Здравствуйте, Антон. Я доцент кайф для картографии. Я вам расскажу коротко, что мы делаем и как приобщаем студентов, в том числе, как образы студентов. К сожалению, у нас программа образовательная, мы перешли на баллонскую систему. У нас вместо пяти лет стало обучать, в следующем году, 4 года. Несколько изменилось и соответственно объем. Часов и структура образования. Перешли на модуль образований, разные модули, разные предметы. Что относительно конкретно нашей сети? Мы часть предметов, где учим студентов цифровать, работать с базовыми данными, перешли на QGIS. QGIS работает не только в шейп-файлах, что-то цифруют, но и работают с базой данных. У нас развернуто на сервере института PostGIS. Они работают там, все централизованно хранится. На счет ОСМ мы тоже даем несколько занятий, где студентам рассказываем, что это, для чего это. Показываем основные навыки работы и где они там пробуют что-то сделать. Так как я не думаю, что много вузов в России вообще это внедряет и занимается, тема довольно новая и интересная. Так что ваши все предложения по какой-то популяризации. Я как понимаю, что одна из проблем в том, что говорили, что ОСМ это такая несколько гиковая структура и много людей, которые могли бы его привлечь, отпугивают сложности, отпугивают надобность разбираться и так далее. Мы готовы расширять, с одной стороны, помочь сообществу, чтобы привлечь туда студентов, ну и с вашей стороны была бы прекрасна какая-нибудь помощь в части методики, в части каких-то образовательных, не знаю, мастер-классов. Все это можно делать на базе университета, в этом нет проблем. Либо в рамках конференции, либо в рамках каких-то одиночных лекций. У меня коротко все. Ну, Сергей может тоже добавить по более такому классическому, что мы делаем. Добрый день. Меня зовут Сергей Крылов. Тоже работаю на кафедре картографии. Еще у нас факультет картографии и информатики состоит из нескольких кафедров. Это кафедра картографии, кафедра оформления издания карт, кафедра физической географии. К нам еще присоединилась военная кафедра. Как бы она так формальная на нашем факультете. Но вообще вот действительно хочу отметить, что наш вуз один из старейших вообще в России. Как бы ведет с 1779 года. Историю свою прожить было еще Константинское межевое училище, потом межевой институт. И вот уже в советское время это был Мигайк. И вообще их всего два института было в советское время. Это Новосибирский и наши. Ну, еще есть. Сейчас, конечно, геоформатика учат в Кашбер, наверное, в УЗИ. Специальность это очень распространенная. Но у нас в связи с переходом на вот эту баллонскую систему, раньше был предмет, который мы ввели, это геоинформационное картографирование. То есть создание карт с использованием геоинформационных систем, баз, картографических данных и знаний. Сейчас у нас уже вместо одного предмета по геоинформатике стало 8 предметов. Несмотря на то, что вроде бы уменьшилось количество лет для обучения, ну, предметов у нас стало больше. Именно по геоинформатике. Ну, правда, они немножко стали такие короткие. Если 4 семестра. Ну, какие я могу сейчас тоже перечислить, наверное, может быть интересно. Это основа геоинформатики, геоинформатика, база пространственных данных, цифровая картография, проектирование картографических баз данных, математика, картографическое моделирование. Вот для нового у нас будет в этом семестре такой предмет. Ну, само геоинформационное картографирование. Ну, это вот основное, как бы, это вот, а, создание геоинформационных систем. То есть это вот такой модуль, такого, как бы, именно модуль геоинформатики, геоинформационных картографирований. Помимо этого, есть на кафедре, на нашей, есть дисциплины, которые это топографическое картографирование, то есть создание топографических карт, экологическое картографирование, географическое картографирование, то есть различные масштабы. Это весь масштабный ряд топографических карт, от 20-ти типичного до миллионного. Также географическое картографирование мы обучаем студентов мелкомасштабным картографированием. И все это, конечно, на современных технологиях, с использованием современных материалов. И современнейший. Подсказывает современнейший. Еще у нас кафедра оформления и издания карт. Занимается дизайном. И составляет тоже современный. Для маммака делают дизайн. Что? Для маммака. В основном это, конечно, дизайн традиционный. Но вообще у нас есть анимационные. Делают картографические анимации. То есть интерактивные карты. У нас на таких вот много-много дипломных коробов. Но вообще вот, к сожалению, на сайте я сейчас посмотрел. Там не очень много примеров. Хотелось, может быть, тоже вам показать. Но, к сожалению, сегодня не получается. Ну, наверное, вот и все. А вот еще, если про университет сказать, то в университете у нас есть направление подготовки геодезии. И факультет, значит, геопетический факультет, факультет прикладной космонавтики. Какой у нас еще? Оптики, да? Оптики. Такое, в принципе, образование довольно-таки расширено. Еще хочу отметить, что действительно это вот на всю нашу страну, это два вуза есть. Это СГК, Сибирская государственная геологическая академия. Ну и вот наш вуз. Простите, а вот честно, очень интересно. А сейчас вообще направление классических карт, грубо говоря, в кавычках, не загибается? Ну, с современностью. То есть оно вообще осталось? Классических карт уже очень много людей не хватает. По многим городам нет бумажного атласа. Ну, даже классического, не берем. Осом же есть, зачем так? Ну, а людям нужен графический атлас кармания. И неважно, что там будет. Ну, у нас направление... То есть оно очень специализированное становится? Нет, подготовка у нас и классическая остается. Потому что тот же и дизайн, это фактически, это та же информационная картография. Это создание современными методами уже карт. Но при этом их тоже можно не только составить, но еще и вывести на печать и оформить именно с помощью тех же программ капитальной графики. А так у нас, конечно, основная, если вот брать по составлению карт, то это вот задача, это по автоматизации, картографической кинерализации. Мы очень так активно занимаемся, потому что и, кстати, на кафедре у нас и научная работа очень широко ведется. А по поводу классических карт, в принципе, специально самолетов развивает создание классических карт, нормальных картографических произведений. Просто используя, мы даем студентам возможность изучить и использовать все методы, которые на сегодняшний момент есть. И с точки зрения пользователя, вытеснение классических карт, как вы говорите, ОСМ, это не сейчас, не приходится говорить, не в обозримом будущем. Потому что в ОСМ не решается задача правильно генерализации с точки зрения картографии, не решается вопрос оформления под разные нужды. И это нету зачастую комплексности подхода. Поэтому, да, многие люди хотят атлас, потому что зачастую карманный атлас, он намного удобнее, чем карта ОСМ, или карта даже там Киандес и прочее. Я согласен, просто по многим городам нету бумажных атласов. Текущий момент, почему их нет? Опять-таки, мы же не отвечаем за производство, мы отвечаем за подготовку специалистов. Вопрос в другом, почему там эти специалисты не востребованы у всех регионов, почему там региональные отделения, да, раньше были государственные, сейчас много частных дел, которые делают. Почему они это делают? Наверное, это не так выгодно. Наверное, многие начинают использовать ОСМ, и, наверное, нет. Там, где нет атласов, там ОСМ, нет. Там ничего нет. Понятно, да? Понятно, да, что, как бы, вот, скажем, не в картографии, да, там OpenStreetVPN не может, так сказать, отменить это, ведь, на образовании, да, там, в области картографии. Я, кстати, вот понимаю, что большинство как раз, да, мапперов его нет, и иногда, да, иногда это вызывает, так сказать, большие проблемы, да, там, не все могут отличить проекцию от системы координат и тому подобные вещи. Значит, в любом случае, очень приятно, что мы здесь все, все оказались, и вот эти вот два направления, да, там, не в картографии OpenStreetVPN, но, вот, традиционные картографии и образования, вот, в этой области, ну, как-то будут встречаться потихоньку. Я, да, хотел бы как раз сказать, что можно даже не потихоньку, всегда у нас получился, вот, по крайней мере, в области картографии некий разрыв, разрыв образования и разрыв конкретного производства, да, людей, которые что-то делают на местах, да, выпускают какие-то программные продукты, выпускают карты, и хорошо бы, как бы, эти два течения совместить, то есть, можно делать какие-то мастер-классы, можно знакомить, в одной стороне студентов, знакомить с новыми технологиями, да, потому что, интересно... Ну, всякие мастер-классы там, всякие конференции, семинары, это вполне реалистично. Да, да, и вам, как бы, да, те, кто представляет этот бизнес, те, кто представляет производство, интересно посмотреть молодых специалистов, которые, возможно, там через 3-4-5 лет станут работниками в вашем фирме. Ну, вот, кстати, вот, уже год сотрудничаем с компанией гиацентра Классалтинг, вот, они вот у нас... Ведут, да, вели у нас уже, сколько, два семестра спецкурс, и также к нам, вот, вот, с этого семестра мы будем сотрудничать с компанией Nokia. Ну, это... Нафтек. Нафтек, да, да. Вот, тоже путь спецкурс по онлайн-сервисам, как раз. Скажите, а есть какие-то дипломные работы с опытом связаны? С OpenStreetMap, ну, у нас только, может быть, как источник, да, информации? А так, в основном? Пока нет, потому что, опять-таки, все упирается в то, что, во-первых, это новое, нету... До недавнего времени это даже вообще не рассказывалось, и не было часов для этого. Делать дипломную работу ради работы хотелось бы какой-нибудь проект, чтобы он чем-то завершился, чтобы это было полезно. И студенту было полезно, и кому-то еще... Поэтому, если есть какие-то желания, да, что-то сделать, да, совместно, там, со студентами, мы, мне кажется, всегда за. И тоже по поводу программных изучений тоже хочется отметить. Потому что мы пытаемся отдать практически там все крупные программные изучения, которые есть на рынке, да, это помимо открытого пола, это и панораму мы даем, и MapInfo, и Argus. А в Тайлмиле вы обучаете студентов? Опять-таки, смотрите, Тайлмил, а обучать это можно в качестве спецкурса, тоже об этом мы думаем, но, опять-таки, надо тут разделить отдельные какие-то проекты, спецкурсы, направленные на расширение кругозора и повышение каких-то навыков отдельных студентов, да, которым это интересно. И общий, например, который нужно совсем, да, как работать в базе данных, как они проектируются, как они струклируются. Это надо знать всем. Как, например, цифровать ту же топографическую информацию, правила цифрового описания, которые всем, как бы, ну, студентов учить, цифровой картографии, как вот и описывать, и те же массивы. Будет всем цифровать, пожалуйста. Направьте, конечно. Правильно цифровать. А вы потом будете на них править, да? Нет, да, да. А учить их методики, что такое динамизация? Что такое динамизация? Что такое динамизация? Ну, и все, дальше они начинают. Ну, все-таки, как показывает практика, студенческая работа, это все-таки далека. Сколько студента не учи, выйдет все равно кливо. Я говорю, кто конкретно? Давайте, ему не против. Ну, если посмотреть на первые шаги Восфия, здесь большинство присутствующих, так все криво. Это не повод не учиться. Нет, так мы учим. Бизнесные студенты не смеют. Никто не думает в истории, да? Да нет, на самом деле, мы сейчас там просто находимся на уровне. Понятно, снимаем шляпу на ИГАИ. Профессиональный подход. Ну, как там, милитровая история. И любительский проект, где куча дилетантов собралась и немножко об этом слышала. Ну, и плюс у них есть много веселья, потому что они занимаются обеих делом. Ну, по-моему, это находится на уровне, как в свое время было, латыни и итальянский язык, который народная латынь. Упрощенная. Ну, приблизительно то же самое, если даже не больше. Я думаю, сейчас с вами сложно взаимодействовать. Вам проще, наверное, занимательно смотреть, как вы являетесь в собственном состоянии. Ну, кстати, вот, опять же, как вытянуть настоящую картографию на реальную жизнь, я вот до сих пор не представляю. Вот, например, я порой решаю задачи, вот появился новый объект. Ну, взяли, вот, в Петербурге пример. Там, месяц назад открыли новый сквер. Вот, до выпада снега буквально там. Срочно открыли новый сквер. Как его нарисовать? Вот, вашими средствами. Мне просто очень интересно, как это в реале может происходить. И сколько времени на это уйдет. Вот, у меня на рисование ушло 8 минут. И рисование, как бы, с точностью расширения полметра. И с геопривязкой и так далее. А вот, используя классические методы, зачастую то, что я сделал за 8 минут, вы будете делать несколько дней. А какие классические методы, вы говорите, могли немножко пояснить. Вот, да, может быть, я тут, может быть, сейчас заблуждаюсь. Ну, там, вроде как используют всякие теодолиты, там, замеры, там, ну, что, да, ну, отправную точку. Ну, а как иначе-то, раз там не спутниковых снимков нет, ну, то есть, ничего, по сути, нет, и только выезд на место. И вот, тут, понимаете, ОСМ в этом смысле, ну, так скажем, гораздо легче, потому что легче вносить данные. Но от этого, конечно, и куча других проблем. С обратной стороны. То есть, мы наработали методики сбора данных, которые могут находиться любой без каких-то сложных причин. Какие-то вещи можете делать прямо с мобильника, вообще, прямо на месте. У меня из электрички ехал, виллу там, о, там дорога. Собственно, вопрос, как я понимаю, в том, можно ли как-то совместить ОСМ-ные методики, которые вообще доступны, и классические методики, которые требуют сложных инструментов. На самом деле, вы знаете, вот у нас производственная практика после каждого года проходит, ну, после третьего, после четвертого курса. Вот здесь недавно студент, значит, пришел из практики и сказал, что он там куда-то везде ходил, значит, вот отслеживал там все дома, подъезды. Вот, фактически, те же, те же, наверное, методы, да, то есть, они, как бы, используются, если те же, там, и телефоны, и, там, GPS-навигаторы, да, вот, все это, как бы, есть. Но, конечно, мы, вот, если брать именно наш факультет, да, то наша задача это научить именно студентов, ну, вот, как Антон сказал, там, использовать базы данных, вот, но в то же время камеральными, камеральными методами. Методами именно обработки информации, ну, и используем современных, ну, различных источников, не только, вот, на местности, да, но и различных, там, снимков. Я просто обмолвился именно о случае, когда, вот, нет других источников. Ну, вот, вчера, вот, сделали этот сквер, и, вот, еще... Ну, да, мы так не мониторим, вот, местность, и, вот, я так не называю. Смотрите, у нас есть небольшие карты, отличие. Все карты, да, у них есть масштабный ряд. Да, для каждого масштаба есть определенный алгоритм, как это делается. В OSM понятие масштаба очень размыто. Отсутствует. Измерим. Отсюда правильный повторный, когда вы берете карту, там, например, редактор карты. Если вам что-то не нравится, если там неверное, да, это повод подать. Кто отвечает за данные в OSM? Никто. Какие компании не работают с OSM? Нет, но тут важно тоже, опять же, понимать, все-таки, OSM это никак. OSM это база данных большая, из которых можно после процессинга... Даже вопрос базы данных OSM тоже как-то очень... Нет, ну, после... У меня вопрос, вот, вы говорите, у вас наработанная методика. Вот, что это такое, что вот нового такого есть в этой методике? Я поясню вопрос. У вас есть удобные гаджеты сейчас у всех, которые с GPS. Есть удобный софт, который позволяет точку наклониться. Вот, в принципе, вся эта методика, я, может быть, грубо говорю, которая есть. Потому что все остальное, но оно еще, наверное, со средних веков придумали. Когда человек ехал на лошади, останавливался вместо велосипеда и на точке как-то рисовал как-то. То есть, я хочу сказать, что вот все эти сложные методики, о которых вы говорите в современной картографии, они просто повышают точность. А все, что используется OSM это не противоречит. А лишь просто это упрощенные методы картографирования и так далее. Может быть, но они опрощены. Вот, я смотрю на результат. То, что в OSM, я не знаю ни одной коммерческой карты, даже, вон, сетегид наш великий, платная карта, они не успевают обновляться быстрее в OSM. Ну, они обновляются хорошо только, когда используется OSM. А если взять официальную сетегидическую карту? Вопрос задачи, то есть, что вы хотите от этой карты? Вопрос задачи. С непосредственной частотой обновления. Это разные вещи. Методы используются те же, только при создании классической карты ты идешь линейно раз в определенный заданный масштабный период, а когда ты делаешь OSM, ты делаешь хаотические навигицы с произвольной частотой и пить каждый день. Но метод, в самом деле, используется те же, разница в подходе, разница в организации, но не в... Наверное, это правильно. Единственное, что я все-таки... Знаешь, я опять же смотрю на продукты. Мне нужна карта для навигации на автомобиле. Нет ни одной платной коммерческой карты, которая за сутки обновит информацию. Не по газетам, потому что сколько раз они ошибались. Метод называется корректировочная партия. Просто в OpenStreetMap их много, и они работают постоянно. В этом и есть. Ничего другого нет. Я еще сравниваю все-таки, почему с классической картографией, потому что, по крайней мере, у меня есть просто знакомая тоже, которая училась там, гиатезиолога какого-то. Ну что, классические картографии? Может все. Классические картографии. Ходить со всякими планшетами деревянными. Чудить карандашом. Это уже... Однако я это видел в реале не раз. Сейчас эти люди там по болотам ходят, руками их мерят. Тоже на практике медленная съемка у нас была с планшетом. Вот, и с инструментом. То есть это все-таки уже по крайней мере пошло? Ну, это кругомасштабные планы. Деревянными планшетами деревянных. Игрушки не любишь точно. Деревянными большими, такими зелемерными цирками тоже не кондикуют. Слава Богу, это уже радует. То есть есть масса проблем, которые в восемь не решены. Начиная от пустого мапника на старших этих масштабах. Почему? Потому что не решена совершенно проблема генерализации. То, что способен человек сделать вручную, осмысленно. То, что картография – это осмысление местности. То, чего человек может сделать, мапник не может сделать, потому что он тупой и быстрый. Как итог, так сказать, на верхних масштабах там ничего не видно. Кончать там, я не знаю, в аккуратной рамке, так сказать, печатного адреса. Которого у нас до сих пор нет. И до сих пор, я не знаю, напечатать адрес бумажный для кого-то цел проблем. Да еще в том виде, в котором это принято, я не знаю. Так еще и будет для людей старшего. И что, ты говоришь, есть какие-то классические методы, которые быстро решат? Вообще есть какие-то, даже секунду. Откруй! 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 Я с тобой согласен. Собственно, ты имею в виду. То есть, когда мы говорим о ОСМ, мы имеем в виду что? То, что мы имеем. Те же самые тайл-мап. У них есть масса достойцев. Есть недостатки. Есть недостатки. Есть недостатки. Если ты, как правило, ты жас, ты меня не знаешь, с большим опытом. Потому что нам до многого приходилось доходить к своему углу. Слушай, мы полнули гейс-опытов. Полно! Так. Можно я подчеркиваю? Я подчеркиваю. Я подчеркиваю. Потому что это ОСМ. Сказал, как бы, дети там и как угодно. Не по этому. Потому что в классической фотографии тоже проблем генерализации, как бы, слезу, как бы, не решается. В данном случае... Я стоп. В чем проблема есть еще в картографической визуализации. То есть, когда, например, необходимо сдвигать объекты из-за того, что они отображаются немасштабными условными знаками, да, и они не помещаются, будут налазить друг на друга. И в этом случае надо сдвигать, если хотите получить там в определенных условных знаках картинку. И в то же время это действительно генерализация, которая решается там физично, есть автоматизация, уже определенные какие-то процессы решены. Вот, просто, да, это добавить во многих случаях не надо выдумывать какой-то велосипед, да, и постепенно развиваясь, ОСМ, в конце концов, будет все больше и больше похоже на нормальную карту. Потому что в основе этого... Нет, 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 погодите, погодите. Лежат законы обосприятия человека. Слушайте, там рисуй без бенбат. Прикололуйте. Надо твой опыт. Ну, если она станет похожей на нормальную карту, эта фраза, она не понимает почему. Что значит нормальная карта? Ну, же сами знаете, как бывает много, они разные, для разных задач предназначены. Согласен, согласен. Хорошо. На самом деле, я все-таки хочу сказать, что у нас не только все-таки мы сейчас на карту тоже ориентированы, но еще ориентированы на базу геодам. Потому что все сейчас действительно карты, их необходимо строить на основе этих баз данных. Поэтому здесь как раз возникают различные действительно процессы в истории генерализации. Да, да. Вопрос от того, сколько, например, там показывают при генерализации, сколько максимально можно показать тех или иных объектов предельно, чтобы человеческий класс мог воспринять и выделить нужную информацию. Какие объекты еще значатся? Да, это разные типы объектов. На все это есть там научные труды, которые это все исследовали, это все как бы кристаллизовалось, какие карты, в том числе топографические, которые мы имеем. Можно два комментария осталось? Во-первых, почему мы хотим продвинуть OpenStreetMap в учебный процесс? Не потому что студентам было веселее или чтобы им чем-то помочь. Напротив, мы хотим сделать студентам жизнь сложнее. Потому что OpenStreetMap находится, по сути, только в начале своего развития и там нет почти ничего. То есть не решены проблемы генерализации, не решены проблемы нормального роутинга. Адекватного представления данных у нас нет банально. И, собственно... Тоже сами говорят, что они решают проблемы адекватного представления данных? Нет, никто это не просит. Просто OpenStreetMap можно и нужно использовать в научных работах. Потому что это такая бездонная бочка, из которой можно вытащить сотни разных научных проектов. Начиная от очевидных, вроде представления данных, кончая там... Я уверен, что он используется в половине в качестве источника, наверное. А то и в 90% уже используют данные. Где список работ? У вас есть возникновенный список работ? Это вопрос структуры как бы открытости. Это вопрос у людей, которые этим занимаются. У тебя списка? Это хороший вопрос. На самом деле, могу сказать, что, например, если брать дипломные работы у нас, я знаю, что... Как происходит вот создание либо из баз данных, вот у нас есть учебная база, например, мелкомасштабная. А если нет такой, там, на какую-то страну, берут карту где-то, откровывают и ее уже потом... Они не используют ESM. Я уже не знаю, кто... Частично, наверное, используют. У вас, видишь, никто не использует ESM. Нет, частично нет. Нет, я думаю, что... Ребят, это просто не как-то... Частично? Ребят, это просто не как-то... Рационально. Если вы не можете людям объяснить, что они могут пойти... на ESLAP взяли столько данных, сколько нужно, да, и это использовать, то это... Мы сейчас на ESLAP взяли данные Vimac 0. В Vimac 0 лежит там уже 10 лет. Ну, мы вот постоянно, да, так... Нет, посмотрите. Мы используем данные Vimac 0. Потому что у нас, если говорить о картографической базе данных, то мы, конечно, вот... У нас задача создать не крупномасштабные, а создать именно все-таки мелкомасштабные карты. Поэтому вот эта база данных, она нам вот... Мы сейчас как раз ее тоже несколько... Попробовали использовать. А так мы, конечно, создавали в качестве... То есть на одном предмете они приобретают навыки цифрования, на другом предмете дисциплины. Они приобретают навыки использования этой информации, используют те же открытые базы геоданных. Нет, по поводу ESLAP я хотел бы... Они знают, да, но зачастую они приходят, смотрят эти данные, говорят, что данные кривые, и ищут другие данные. Это студенты... Вопрос там, находят ли? Вот здесь я хотел бы, как раз, придумать мысли. Так вот это... Ну, я не студент, тем более индивидуальный географ, но мне кажется, что это и есть интересная задача. Взять плохие данные, пытаться из них сделать хорошие, чем взять хорошие и... Вот мы как раз берем данные LIMAP 0, они очень плохие данные, и делаем из них более-менее хорошие. Студент так устроен, что если есть простой путь, а он не выберет сложность. Зачем? Если есть... Нет, я не к тому, чтобы... Я буду просто посидеть и помочь. Извините. Я не к тому, чтобы использовать плохие данные как хорошие, я к тому, чтобы работать над другом этапе, который может быть более интересным. Ну, я про это и говорю... Учение хороших данных. Да. Вот таких данных... Честно. Да. А вот какой-то такой, скажем, генерализация, фильтрация, что такое... Предварительность. Другой этап, ввести, который... Которого у них не будет, если они всегда будут работать с хорошими... Нет. Я это в начале говорил, я говорил, что есть возможность заинтересовать студентов. Когда... У нас совсем маленькая работа в ВСМ, да? Вы можете какие-то там яркие, интересные примеры, и как-то их туда заманить, если им станет интересно, они принесут те данные, которые мы им даем, да? В ВСМ станет лучшей. Как бы такая большая церная реакция. Это сложный вопрос, чтобы принесли туда. Можно я комментарий вставлю? На самом деле я рад, что эта дискуссия состоялась, да? Как бы... Для меня это было одной из основных целей, когда мы работали с этим помещением, с университетом, с Ильей переписывались. Я считаю, что взаимодействие между, как бы, традиционной научной картографией и тем материалом, с кем эта традиционная научная картография работает, то есть со студентами, и взаимодействие с профессиональным обществом, которое во многом основывается на инициативе и на понимании того, что в реальной жизни необходимо, да? Я считаю, что вот эта дискуссия должна продолжаться, поддерживаться. Поэтому я считаю, что, как бы, все могут друг с другом обменяться контактами, да? Продолжить дискуссию дальше. Вот, хочу только пожелать, чтобы это продлилось. Я не знаю, там, или еще какие-то комментарии, или переходят на следующий. Как преподаватели кафедры, картография открыты для сотрудничества, готовы. Нет, 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 нет. Ребята, это неправильно проходит, вот я. Господа, я просто хотел сказать, что, наверное, вот мы столкнулись с проблемой, что современное образование, оно вызовов современности, не отвечает, что, грубо говоря, на кафе не обучает нам ни вептографированию, не дает возможности понять, что существуют какие-то еще данные, типа УСМ. Есть, как бы, понятие у нас классической картографии, мы учимся рисовать, там, в мелких масштабах карту, цифровать карту. А то, что уже десять лет, как бы, это... Нет, подождите, я совершаться с вами сейчас не соглася. Можно я? Закончу, что я, как бы, по специфике своей работы уже лет пять, пытаюсь нанять сотрудников, именно работы с веб-картами, там, и я беру, там, не гаек, не гу... Все время... Нет, ничего, даже заходит иногда речь, что давайте, мы сделаем спецкурс. Да-да-да, это важно, полезно, но люди сами, студенты, в это окунаются тогда, когда приходят на работу. Ни разу не инвестировался студент, который вообще знает, что это бумаг, что это такое, там, мин, что это, бывают вообще какие-то ресурсы, на которых уже давно, целая эпоха, десять лет, две тысячи, пятого года. Сергей, скажи, для чего я много кого-то представляешь? Кого ты представляешь? Не важно, потому что уже, если вы хотите, чтобы ваши студенты куда-то попадали и были в обойду, им уже сейчас нужно не просто давать какие-то, там, не знаю, лекции, там, один раз в неделю, их нужно к этому готовить, обучать на реальных данных, на СМ, это большой пласт как бы данных, которые можно брать, работать, писать работы, там, что хочешь с ними делать? И все есть, как бы инструментов масса. Нет просто понимания, что старый поход, он устарел, все, уже не работает, что нужно вам, там, вы же молодые тоже, вам надо двигать. Не то, что говорите, вы данные плохие, они не станут лучше, студенты говорят плохие, вы возьмите эти плохие данные и посмотрите. Есть проблема, что из них нельзя сделать, там, реализовать мелкий масштаб, да. Можно это делать разными способами, там, упрощать ректор, но это все будет, это все, там, через несколько лет придет. Данных боевых не будет, их не останется, не на чем уже будет тренироваться. Вот. 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 Вот та ситуация, которая сейчас называется данными, да, это то, как будет всегда. Да? Я не знаю, что это не будет. Она будет решена на каких-то масштабах, да, будут референсы на какие-то обои данных, да, там, как сейчас начали, вот, во-первых, какой-нибудь взять, да, он референс, там, выложен, вычищен, и так далее, наверх, плохо обновляется, и может прямо к тому же самому, что он делает, да. Это будет всегда. Эти люди, которые этим занимаются, они должны понять, что таков, сейчас такова, как бы, структура, как бы, взаимоотношений. Мы живем во время, когда все постоянно меняется, появляется новое, что-то, как бы, портится, что-то, там, улучшается, и так далее. жестко зарегулированного подхода советских времен, да, когда у нас были, какие-то там, люди, которые занимаются наукой, и когда у нас были, три, два университета, которые это производят, он, его не будет больше никогда, да. Мы, слава богу, начинаем в мире жить, который просто разнообразен сам по себе, да. и поэтому, а? Нет, то, что у нас сейчас, вот, усиливается образовательный процесс в плане, вот, новых технологий, потому что у нас появились новые дисциплины, которых не было тогда, у нас информатика была, как бы, вшита в генсклюзационное картографирование, но не хватало, как бы, времени. А сейчас у нас есть, и мы, там, было два программных продукта, мы сейчас расширяем, мы вводим постоянно новые программные продукты, что касается вот этих, там, вот, различных модулей, ну, не модулей, там, программных, например, MAPLESS, да, для ARGIS, но мы его использовать сейчас не можем, потому что... Подождите, я не могу, Сергей, пару пару слов. Я хотел провести некую крайнюю. Почему университет должен каждый год пересматривать программы, если выходит... Нет, вечно. Нет, вечно. Нет, вечно. Университет не ставит вообще перед собой задачу подготовить вам готового специалиста, который пришел и начинает вам решать задачу. Это не его задача, это не задача университета. По-моему, это рождение. Есть какие-то курсы специализированные, да, если надо что-то, есть какие-то курсы, там, 2-3, 1 месяц, которые готовят уже там, там, специалистов, более узкой сферы. Университет дает классическое образование. Естественно, постепенно, да, с каким-то, всегда будет временной лап, который вносится в новые технологии, да. ОСМ даем ОСМ. Работу стайлами тоже даем. Все постепенно идет. И веб-картографию тоже даем. Так, с веб-картографией в течение года 2. То, что вы говорите, данные будут плохие. Так, эти люди и обучаются для того, чтобы делать хорошие данные. Так вы сами сказали, что они видят плохие данные, заворачиваются и уходят. Да. И берут, и берут те источники, которые лучше. Или делают сами. Делают сами. В апреле момента, я обнаруживаю, что нет данных лучше, а с плохими они могут работать. Чем они будут сталкиваться, как говорится, и в этом. Ну, как бы я... Просто хорошие данные у вас есть Петербург, Москва и все. Во-вторых, специальность картографа это такая, очень широкая специальность. Вы опять-таки сводите все опять тесты в ОСМ. Почему? Вообще не при чем? Зачем? ОСМ ведь ни при чем вообще. Вопрос про вопрос. Про образование вообще. Университеты это классическое образование. Я как это вижу, есть какие-то модулы, есть там спецкурсы, которые... Человек хочет заниматься больше, не знаю, дешифрированием. Он идет туда и глубленно этим занимается. Хочет заниматься, не знаю, веб-картографией, сервера, рендерить какие-то карты, чтобы были красивые. Идет туда. нету цели у университета всем давать вот огромный, во-первых, это огромный объем данных и знаний, и всем его, невозможно дать. Вы встретите сразу массовое сопротивление студентов. Немногие студенты могут вообще осознать, что такое сервер, как он работает. Вы смеетесь, а это так. Вы работаете... Да, Антон, я все-таки хочу сказать, что у нас просто, действительно, вот, некоторые, то есть, очень много информации мы даем, и, действительно, даем именно последнее программное обеспечение, современное программное обеспечение, современные данные. Все это даем. Что касается там веб-картографии, то вот сейчас, лучше в рабочем, в рабочей программе, оно предусмотрено для магистров. Хотя мы тоже на занятии по геоинформатике даем, и по геоинформационному картографированию основы веб-картографии, потому что все, понимаете, вот вы меня всегда спрашивали, студенты, а почему там не там МАФУ, а не Аргиз? Почему там еще какая-то другая программа, с которой они сталкиваются просто там в производственной практике? Так вот, задача как раз в том, чтобы они знали основы работы с этими программами, продуктами, а потом придя на производство, могли изучить без каких-то там проблем тот программный продукт, который используется на конкретном производстве, потому что не угадаешь, их очень сейчас много. Вот в нашей отрасли очень много программных продуктов. Вот опять-таки вы работаете с пятью студентами, которые к вам приходят на работу, а остальные девяносто пять, им это не нужно? Немножко не так, нет. Любой программный продукт это спецтудс. Хочешь, изучай там магию, пожалуйста. Ну, все многообразие, да, человек должен увидеть, что есть, как бы, бумажная картография, есть веб-картография, она разбирается. Бумажная картография. Это мы все даем и показываем. Про то, про это и речь, наоборот, привлекаем, показывать тех. Я услышал, что вы говорите, что ваши студенты к вам приходят, говорят, что данные УСМ плохие, и вам это достаточно, чтобы самому понять, что данные УСМ плохие. То есть это не решает, как бы, развитие студентов в эту область. Нет, это какое-то выдергивание фактов. Ну да, оно... Выдергивание. Слов, выдергивание из речи. Хорошо. Нет, это татьяна. Мы пытаемся показывать. Что вам нужно от УСМ? Давай так. Нет, если я... А то я сам, как-то директор, руководитель, руководителя. Нет, нет, главврача. Слушайте, еще раз просто, может быть, есть общественный проект. У меня просто, знаете, какая проблема с этим? Вот, все время люди говорят, давайте сотрудничать, давайте, вот, мы готовы, мы открыты. Так, я так понимаю, это вам больше надо? У меня, вот, есть предложение. Можно я скажу, что вы хотели? Чтобы больше людей приходило и увеличило. Наоборот, чем больше приходит, тем больше... Чем меньше людей вы сами, тем лучше. Хорошо. Нет, я все-таки в другом. Да, все-таки, что вам хочется? Узнав, кому? Вам нужно вызывать чему-либо учреждению. Хорошо, вам что-нибудь нужно на той церкви? Или вы, как бы, здесь готовы выступать только в роли, как бы, приходите и дальше выбрать, ну, и посмотрим. Единственное, что можно, да, подчеркнуть, да, это какие-то данные для статистики. Это все есть. Да? Это вот и данные, которые можно использовать и... Для практически все это есть, да? для практической работы вполне. Ну, То есть, вы воспринимаете этот процесс как односторонний, да? Что, ну, смотрите, есть образовательное учреждение, да? в нем студенты, они что-то делают, и есть некоторое блок за ним, да, это такое описывание, да, какая-то такая база данных, из этой базы данных можно брать данные. Так? вот вот это если для для выполнения каких-то лабораторных работ, а если говорить о подготовке специалистов, это, в принципе, мы должны учитывать, я с этим могу согласиться, учитывать пожелания и тех, там, того производства кафтографического, которые, вот, существуют. Ну, зачем я, что не от того кафтографического производства, он не скажет, подготовить специалист, который умеет работать в данном ОСМ, это сама... Ну, я же не говорю конкретно про данный, я сейчас не говорю конкретно про данный ОСМ, я говорю, я говорю о том... Нет, я говорю о том, что подготовить именно... Нет, я что хочу сказать, моя мысль, да, общая мысль, ребят, извините меня, пожалуйста, за прямоту, да? Не надо так делать. Как? Как? Да, как. Сейчас, я подожди, сидеть. Нужно не только брать, да, но и быть готовым, как бы, проявлять инициативу самим к тому, чтобы взаимодействовать там с чему-то? Взаимодействовать с кем? С проектами, с базами данных, с открытым программным освещениями, сообществами и так далее. Вузы и вот образовательные учреждения, по моему взгляду, по моему личному взгляду, я не университ, но университет. Они у нас, как бы, находятся в таком состоянии, как нам сейчас рассказал Сергей, по крайней мере, как бы, такая репутация, да, как бы, не может склазоваться. Именно два этих учреждения, они слишком, слишком стали такие односторонние, да, они, как бы, все подтягивают, но у них нет вот этого движения вовне, да, именно в эти самые сообщества. И, на мой взгляд, это не УСМ должен, вот тут просто прозвучало, это не УСМ должен прийти и сказать, у нас есть такие задачи, давайте их решать. Это не УСМ должен делать, это вы, ну, или там, преподаватель и так далее, вы должны в свой рабочий процесс, учебный, научный, так, какой угодно, как бы, ну, внедрить понимание, что все эти сообщества, там, проекты и так далее, они открыты для вот этих вот вещей, которые... Что значит внедрить понимание? Что значит внедрить понимание? Что значит внедрить понимание? Это значит, что круто обучать студентов, там, реализации данных в УСМ, и потом отдавать эти результаты в УСМ. Не просто там... Я не согласен, что односторонний порядок. Университет затягивает что-то, а выдаёт из специалистов? Нет? Нет. Нет. Извините, Максим, ты всё правильно говоришь. То есть, инициатива должна быть со стороны университета, прежде всего, потому что университет, там, да, или высшее образование, там, или вообще академическое сообщество, да, оно понимает, там, если говорить про учебный процесс, сколько у него часов, куда оно что может воткнуть, может оно там пригласить кого-то вот в это время или в другое. это всё правильно. И я тут даже не собираюсь с этим спорить, не опровергать. Что я хочу сказать, что прежде всего, на мой взгляд, ОСМ это, ну, не карта, не база данных, да, это прежде всего люди, да, это человеческая инициатива, ну, на мой взгляд. То есть, как бы, взять одинаковую группу профессионалов, да, один может сделать эти данные, другой может, но он не хочет, он не будет этим заниматься. Мне бы хотелось, чтобы представители сообщества, которые вот этой инициативой, там, заражены, да, чтобы они могли этой инициативой заразить студентов. Потому что через... Нет, что я готов для этого сделать, да? Почему они? Потому что у них это есть. Потому что, да, к сожалению, ну, я насколько знаю, у преподавателей, там, ну, скажем, Менигайка, да, потому что я с Менигайком в основном общался, у них есть учебная нагрузка, у них есть там расписание, то, сё. У них широкий кругозор, с одной стороны, с другой стороны, у них есть планы, которые им ставит руководство. Так вот, в эти планы, в этот кругозор надо добавить небольшую вещь. Взаимодействие с открытыми проектами, открытыми данными, открытым софтом, открытым чем угодно. Ещё раз. Я надеюсь, что это услышит именно руководство. Подождите, а что значит заниматься, что значит заниматься? В общем, ты хочешь денег делать, чтобы он открытся. Что такое, что он показывает? Я объясняю. Открытые того, работаем. Что конкретно? Я объясняю. Ну, конкретно. У вас 5-15 студентов, да? У них есть курсовые, да? По каким-то предметам, да? По каким-то предметам, да? Берите за эти студенты, ну, я не знаю, там, с цифр от потолка, да? Берите 30% за эти студентов, которые не совсем, как бы, вы не понимаете. И говорите, там, Илья, там, не знаю, Кирилл, кто угодно, да? Какие сейчас насущные какие-то задачки? Это инициатива с вашей стороны. Это то, что, как бы, было бы круто увидеть. Какие задачки? Они вам накидают эту вот пачку. Да, Кирилл? Конечно. Накидают пачку. Дальше вы, естественно, смотрите. О, да, вписывается в процесс, не вписывается в процесс. Они, как бы, люди, которые не будут вникать в то, что... Ну, извиняюсь, конечно, может быть, ну, не знаю. Я-то не стал. Наверное. Хотя я никогда не знаю. Они не будут вникать в то, как там, вписаться в насписание, и какие у них сейчас курсы, и что они вообще знают. Они вообще по-другому не мыслят, да? Они мыслят категорию. Пришел человек, готов что-то делать, надо делать. Вот. Вот это вот я, как я понимаю, инициатива и внедрение вот этих вот пониманий взаимодействия сообществом. Вот и все. Вы, как бы, путаете проект с образовательным процессом? Я про курсовые, я про дипломные, я про... Опять-таки, в этот проект человек может прийти и уйти, а курсовые ему так или иначе надо все равно сдавать. Так я же не говорю про фигню какую-то заниматься. Я говорю про какие-то конкретные задачи, вполне осмысленные. Что, я и Кирилл будут просить там, не знаю, урнушки, вы можете привести примеры? Чего? Ну мы там, например, финирализацию, роутинг, поиск по адресу, адресный поиск, декабирование там. Все, это все бездонные совершенно опыты. Сейчас и бездонные очень много, которые ждут своих каких-то решений. У Кирилла есть тема на форуме. Называется, что там, задача... Задача на требующие способности. Вот, вот, вот. То есть, тогда давайте, может быть... Не, подождите, давайте тогда сделаем так. Вот, может быть, чтобы было как-то такое взаимное сотрудничество, вы подготавливаете те задачи, которые вы хотите именно... Нет, ребята, опять то же самое. Вы пытаетесь скинуть на, как бы, сообщество, чтобы... А почему мы должны участвовать вообще в проектах? Сейчас, сейчас, я что-то закончил. Я скажу одну вещь. Ребята, уже давно во всем мире открытые данные, открытые ДО, во всем учебном процессе участвуют. Куча докладов, рефератов, на всех картографических конференциях со всего мира. Одна основная на данных ОСФ. Можно сказать, что вы в этом не участвуете. Вот, вы не знаете, что можно взять там, зайти там, в поиск набрать там, какая-нибудь международная картографическая ассоциация, последние там, в Дрездене, большое, крупное событие. Вы видите, что там 10-15% то, что люди докладывают, все на базе ОСФ. Это научный, как бы, потенциал. Это не просто люди, гики-фрики, там, вайперы и фанаты, которые это делают для себя. Это люди, которые делают науку на этих данных. Поэтому... Отлично. Чтобы вы немножко сами понимали, что это такое, что вам нужно. Чтобы у вас не возникал вопрос, а зачем вам ОСФ, да? Ну, что это такое? Вопрос, на самом деле, не возникает, потому что, я же говорил, что мы используем ОСФ, может быть, не так, как вас, не в таком объеме. Вот сейчас я могу назвать... Вот сейчас ведутся исследования у нас тоже на кафедре. Ведутся там по созданию цифровых основ для автоматизационных карт. Понятно. Вы должны... Вот есть такие задачи, сделайте, пожалуйста. Для чего это... Должен человек сам заинтересоваться. И вот наша задача... Наша задача, я считаю, показать, чтобы они знали. Чтобы они знали. Да. Ознакомьтесь. А мы это и делаем. Вот. Пришли к консенсу. Да, нет. То, что вы уже знаете, мы знаем, что вы знаете. А что вы делаете, всё замечательно. Всё. Я хочу высказать такие две идеи, которые, мне кажется, могли бы сблизить наметившийся такой конфликт. По крайней мере... Пропасть. Да. Насколько я понял, вы предложили использовать инфраструктуру университета, в частности, помещений для администрации. В связи с этим... Да, мероприятия какого рода. Такие две идеи у меня возникли. Не нужно понимать как идеи. Если найдутся люди, которые готовы это организовывать, а мы знаем, что круг организаторов у нас довольно узкий. Первая идея, которая мне пришла в голову, это день ОСН. Для студентов, а может быть и для широкой публики. В течение которого проходит мастер-класс по самым различным телом. Это первая идея. От введения в ОСН, ну как работать в JOSME и так далее. Туда, может быть, какие-то более продвинутые темы. Вторая идея, она связана с тем, что у нас проходила полтора года назад конференция. И там была большая проблема найти помещение. Пришлось даже вкладить за помещение. Прошло полтора года, и тут как раз прошло два года, с учетом времени этой организации, чтобы организовать следующую конференцию. Опять же, если будет желание со стороны сообщества провести такую серьезную двухдневную конференцию. Такие две идеи. Первая – это день ОСН, такая скорее развлекательно-познавательная мероприятия. Вторая – это конференция. Вот такие две идеи. Все хорошо, а насколько развлекательна? Посмотрите, мы сейчас сидим в таком формате, совместно общаемся. Как хочется. Мне кажется, это можно обсуждать, это идея, просто идея. Найдутся люди, готовые к организации. Я студенту за всякого рода мастер-класса. Расширяет резон студент. Почему нет? А может быть, не одна большая площадь, а на два мастер-класса? Одна для начинающих церковных. Да, это все обсуждаемо, а ректорат за это все. Самый настоящий вопрос. Возможно, что... Здесь хоть один студент есть? Можно, да? Тема нет. А, да, вот, буквально летом прошлого года... Я закончил... Сколько студентов? Много студентов. Я считаю себя интересным. Я хочу сказать о том, что инференции опыт стритмэп, где принимают участие, участие опыт стритмэп, которые любят опыт стритмэп, которые ставят себе разные задачи, которые мы сегодня видели, решают. Мне кажется, что в этом плане вот это сообщество могло бы стать просто примером для студентов, как ставить себе задачи и как их решать. Чтобы дальше они бы ставили себе задачи для бутсовых, для дипломов и решали бы их. Ну, вот, кстати, хорошим был здесь вопрос, сколько здесь студентов отсутствует? Ну, может, по горячим следам. Летом прошлого года я закончил ВУЗ, ну, собственно, профильную специализацию, и просто один момент такой... Я уверен, что я был бы намного счастлив, и намного... мой скилл по окончанию пяти курсов был бы выше, если бы я не на фантомных каких-то вещах внутри ВУЗа, да? Ну, то есть, вроде бы все та же, все тоже, только все на фантомах, а не, ну, на непонятных искусственных проектах развивался, а на том, на чем, собственно, люди реально с чем работают, сталкиваются, и готовы с этим делиться и предлагать мне решить то или иное. Однозначно, мне кажется, это намного было бы ценнее. Так, Назар, а какая у вас специальность была? Я геоинформатика специализирую, специальность приклада информатика в географии. Да, это мысль Максима о том, что есть люди, готовые предлагать не фантомные какие-то задачи, придуманные искусственные внутри ВУЗа, родившиеся, а те, которые сейчас есть, и у которых будет профит от решения. Так, мы опять не за, и диплом мы стараемся делать по таким тем, которые не ради того, чтобы человек защитился, а ради того, либо он дальше использует, либо использует научные работы, либо использует... Да, но они есть готовые, эти задачи. Отлично. Почему бы не мост какой-то не проложить? Проложить мост можно, опять-таки, но у нас немножко разные цели вообще. Цель, чтобы у меня, у выпускника, был какой-то определенный уровень, да, в умении, навыков, знаний такой... Опять-таки, мы не против. Вот, и я считаю, что если мы этот мост проложим, то вот этот уровень, мой скилл по окончанию пяти курсов, он... Четырех. Да, четырех, хорошо. Он будет выше, нежели... А у вас была возможность выбрать тему диплома самому, предложить? Да, так получилось, что я, ну, один из немногих, кому повезло, и я с третьего курса, собственно, и работал по специальности, ну, в своем регионе. Вот, поэтому, и я уже, собственно, диплом у меня был, это готовый проект, который в регионе был реализован. Ну... Может, студенты бывают разные, они, вот, как вы, сами, там, что-то такое придумывают, либо сами, а вторая группа студентов... Может, чтобы кто-то дал, рассказал, дружевал? И они для того, чтобы какой ценности не составляют. Я к тому, что, когда мы учились в институте, те люди, которые что-то кому-то интересно, они с этим сами разбирались, да, понятно, что, как бы это было и со стороны, это продавать. Но мы тоже встретили курсы, там, уже работали по специальности, и эти люди и так уже знают, что это было бы среди мамы. Возможно, они решают похожую процеду. Мне кажется, если процент бы... Возрослый процент этих людей. Если бы аваракция закончена, последние слова... Да, я просто хотел сказать, что у нас для студентов каждый год проводятся научно-технические конференции, но, в принципе, приглашать... Там, наверное, участие можно только студентов, да? Молодые ученые. Да, молодые ученые еще, если у вас... Можете тоже приходить и, по крайней мере, тоже... Вечно молодые ученые. Послушать эти доклады. Потому что надо... Различные разработки у нас в институте ведутся по разным направлениям, по разным направлениям. Вот и, в принципе, нельзя сказать, что это вот связано с тем, что там вот преподаватель сказал, что надо эту тему. Потому что люди интересуются именно конкретными задачами. Да, конечно, первое, наверное, какое-то научное направление, это, в принципе, задача руководить. Заинтересовать и поставить на проблему. В общем, а так мы готовы, действительно, к сотрудничеству. И, в принципе, используем учебные процессы и открытые данные. Поэтому будем стараться развивать учебный процесс. Спасибо.